Постельное белье, как половая тряпка, матрас как будто пережил войну. В минувшую субботу Женя с мамой попали в инфекционную больницу номер два. Олеся вспоминает, помимо рваного белья, грубый медперсонал, всюду грязь, но это еще полбеды. Женщина совершенно случайно узнала, что ее сыну капали просроченное лекарство. Я смотрю, лежит в ванночке там у них на посту. Ну я подошла, взяла его, смотрю, а он просроченный на месяц. Я вообще была в шоке. Хорошо, что мы всего лишь капали, получается, три дня. Избежали из этого ужасного ада. Она написала отказную и избежала, но перед этим пожаловалась заместителю главного врача. Реакция должностного лица ее вновь повергла в шок. Я не ожидала такой реакции, что она запретит мне кому-то что-то говорить. Она просто умоляла никому ничего не говорить. Позже Олеся прочитала, что если бы препарат капали чуть дольше, то ее сын мог бы умереть. Правда, с этим предположением категорически не согласна заместитель главного врача больницы. Я вот это все-таки про лекарства. Не могу сейчас вам ничего больше говорить. Можно я уточню? А вы знаете, что если она просроченная, то она смертельный эффект приносит ребенку? Не приносит это лекарство, смертельный эффект. То есть это ложь? Это полная ложь, конечно. То есть ребенок будет жив и здоров, употребляя просроченное лекарство? И тишина. Пускать нас в отделение заместитель главврача отказалась. Лишь уточнила, просроченное лекарство оказалось в свободном доступе по ошибке. Его готовили к утилизации. Но это уже нарушение закона, поясняют специалисты краевого раздравнадзора. Если они готовились к утилизации, то они выведены, должны быть и в карантинной зоне. И доступа никаких туда специалистов, кроме ответственных лиц, не должно быть. А это я так понимаю, что кто-то сфотографировал. Владимир Трешутин также пояснил, что с проверкой в больницу специалисты Росздравнадзора придут уже завтра. Если вина подтвердится, то ответственным лицам выпишут штраф от 1 до 300 тысяч рублей в зависимости от должности правонарушителя. Наша героиня считает, этого недостаточно. Интернет пестрит многочисленными негативными отзывами в адрес медучреждения. А случай с просрочкой просто взорвал в соцсети. Люди не могут понять, почему золотое для врачей правила «Не навреди» в стенах этого детского учреждения не работает. Валентина Аскерова, Павел Лаурнин. Наши новости.